Музыка Уже долгое время мы говорим о злодеях и героях, разбираем философии и мотивации сторон, но все это было в выдуманном мире, во вселенных, которые далеко от нас. Или нет. Все они реальны, все когда-то существовали, только под другими именами. Каждый из них делал то, чего мы так ужасаемся, или то, чем так восхищаемся на больших экранах. Сегодня вы узнаете тех личностей, которые когда-то вдохновили авторов комиксов на создание известных персонажей. Благодаря своим прототипам супергерои и злодеи смогли завоевать сердца фанатов во всем мире. Ты что, еще ничего не понял? Нет никаких героев и злодеев. Это просто групповой анонизм. День первый. Нами была поставлена задача создать символ, создать того, кто будет учить людей добру, отваге и мужеству. Он должен быть быстр и силен, но при этом люди должны его хоть немного ассоциировать с собой. Когда художники решили создать самого сильного человека, то на помощь им подошлись сразу несколько источников вдохновения. Благодаря Геральду Ллойду появился всеми известный Кларк Кент. В свое время Геральт исполнял такие же рубрики стеснительных и несмелых мужчин, но когда нужно было, то демонстрировал свою атлетичность. Ты слишком себя щадишь. Ты не колеблясь, вбегаешь в горящее здание или прыгаешь под пулю, но когда нужно спасти Лану, поставив под удар свое сердце, железного человека нигде не сыскать. Что же касается силы, то Супермен позаимствовал ее у цирковых силачей, сверхчеловека, которого желала видеть публика того времени. И даже сам Гладиатор стал началом истории Человека из Сталя. И именно в таком виде 3 июля 1940 года он появился в образе супергероя комиксов на всемирной выставке в Нью-Йорке. Для лучшей узнаваемости к букве С на груди приписали имя Супермен. Супермен быстро обрел популярность в народе, но также быстро и начал ее терять. Основной проблемой была его неуязвимость. Криптонит спасал положение, но народ хотел врага, перед которым Супермен дрожал бы при одном его виде. Итак, господа, мы создали слишком сильного героя. Нужен тот, кто его принизит. Ваши варианты, кто может подойти? Можно, например, мужика с крутым лицом, который всех мочит. Или харизматичного тирана-лидера, который не боится ничего и хочет поработить все и вся. А если их скрестить и сделать одного невероятно мощного злодея, перед которым склонятся все? Дарксайд, его настоящее имя Юкас, был создан Джейковом Керби. Дарксайд является тиранистическим правителем планеты Апокалипсис, а его цель завоевать вселенную и ликвидировать какую-либо свободу воли. Дарксайд обладает невероятной силой и жаждой власти. Казалось бы, такого персонажа точно просто выдумали, но нет. Когда Джек Керби брался за создание невероятно опасного и сильнейшего противника всех супергероев, то он обратил внимание на суровую внешность Джека Пеланса, который в те годы получил признание как актер жанра вестерн и номинирован на Оскар. Автор считал, что его внешность, как никакая другая, подойдет злодею. Надо уходить, быстро! Это можно устроить. Характер Дарксайд решил позаимствовать у Адольфа Гитлера. Авторы передали злодею всю жажду власти, безжалостность и жестокость, как и прообраза. Дарксайд был верховным лидером и никто не мог опровергнуть его власть. Он считал, лишь одна цивилизация достойна жизни, а остальные созданы лишь служить ему. Он искал во вселенной уравнение антижизни, которое позволит подчинить жизни свободу воли во всей мультивселенной. Именно вот так авторы из двух абсолютно, казалось бы, разных человек создали одного, невероятно мощного и того, кого боятся до сих пор. Наступила эпоха суперсильных врагов. В эти годы Марвел копирует Дарксайда, создавая своего Таноса, а еще раньше и Соломона Гранди, создавая Халка, которому так и не могут найти достойного соперника. Нам нужен кто-то, кто сможет тягаться с Халком. Кто-то на один раз, но с классным потенциалом. Такой-нибудь брутальный, крутой мужик. Возможно, даже с когтями из рук. Пришло время познакомиться с тем человеком, который подарил миру харизматичного героя комиксов. Если кто не знал, изначально Росомаха задумывался, как проходной персонаж для битвы с Халком. Также создатели Росомахи думали между Барсуком и Росомахой. В конечном итоге оставили Росомаху, ведь Барсук звучит менее брутально. Абсолютно ручной зверь, в прямом смысле на ручках любим кататься, да, наша радость? Однако, даже такой брутальности в имени показалось недостаточно, и художникам крайне приглянулся образ Пола Де Амата, в особенности его выразительное лицо и бакенбарды. Сам характер и поведение, как бы это странно не было, основаны на самом животном Росомаха. Зверек также предпочитает жить в одиночестве, имеет небольшой рост, длинные ногти, острый нюх, а также крайне агрессивен. Персонаж очень сильно понравился публике и остался до сих пор. А на кого еще не возлагали никаких надежд, но мы помним его до сих пор и любим фильмы с его участием. Дамы и господа, нам нужен персонаж, которого запомнят на века, а может и на столетия. А это не одно и то же? Не важно. Ваши варианты. Клоун? Серьезно? Сорсырник, ваши варианты. Хм, Джокер. Один из самых харизматичных негодяев в мире кино. Джокер тоже не возник из воздуха. И если с именем персонажа все понятно, это игральная карта из французской колоды, то почему он имеет такую внешность? Долго оставалось загадкой. Хм, ты знаешь, это забавно. Напомнило мне одну шутку. Оказалось, что прототипом злодея стал немецкий актер Кондрат Фейт. В 1928 году Фейт исполнил роль в фильме «Человек, который смеется». За страшным обликом изуродованного героя скрывалось доброе сердце. Сегодня лучшим Джокером считается Хит Леджер, который показал зрителям, что и у злодеев тоже есть душа. Тварь убивающая за деньги. Не говори как все, ты не такой. Хотя и хочешь им боясь. Сам же характер Джокера – это сборная солянка из множества известных психов, грабителей и преступников. Причем, каждое его появление на больших экранах – это новый образ, новая история, хоть у них и одно и то же имя. Джокер Джека Ниголсона – это эпатажный гангстер тех лет. Теперь я Джокер. Хит Леджер – это философ, анархист, желающий показать людям правду. Таких людей история знала немало. Джаред Лето был показан как Джек Николсон только в наше время. А вот Хакен Феникс показал настоящего психа, над которым глумится общество, доводя его до безумия и совершения преступлений. Образ безумного клоуна поначалу был высмеян ногами и воспринимался как одноразовый. Но DC не сдались и в ответ всем сделали из него лучшего злодея. А какие еще случаи высмеивания и мести знает история. Джеффри Катсберг со скандалом покидает Дисней. Майкл Айснер безмерно рад и считает, что все проблемы теперь решатся. Что он себе позволяет? Он думает, я просто так это оставлю? Ну да, почему бы не забыть вражду и не развиваться отдельно, не мешая друг другу? Нет, я выпущу мультик, в котором унижу его высокомерное достоинство. Главный злодей из первого мультфильма о Шреке, Лорд Фаркуат, получил свою внешность благодаря старой ссоре двух кинобоссов. Бывший продюсер Дисней Майкл Айснер и продюсер этой же компании Джеффри Катсберг очень не любили друг друга. Дошло до того, что Катсберг уволился и организовал собственную студию DreamWorks. Однако этим он не ограничился и в своем новом мультфильме изобразил старого врага в образе лорда-психопата-коротышки. На самом деле Айснер имел высокий рост, но Мстительного Катсберга это не остановило. Ну и что, я от бабушки ушел и от дедушки ушел. Вот так из-за банальной ссоры двух старых друзей родился новый культовый персонаж, которого многие из нас помнят и любят до сих пор. Кстати, я и сам люблю создавать различные образы собирательных злодеев. И вот один из последних я представил в книге «Душа грешника» «Главный герой» или же «Злодей-демон, который скупает души». Постепенно разбирает все человеческие пороки и готовит к своему глобальному плану. Книгу вы сможете найти по ссылке в описании. На сегодня это, наверное, все. Но в мире кино есть еще огромное множество образов, которые мы с вами сможем разобрать и понять, откуда берутся герои и злодеи. Если хотите вторую часть, пишите об этом в комментариях. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, отправляйте это видео своим друзьям. Ну а с вами, как всегда, был Антоп, а вот и ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok